Привет, дружочки-пирожочки! Битва пакетиков сегодня. Лайк, если это ваш любимый формат. Вам нравится смотреть на битву пакетиков. Сегодня у нас Соник 2. Вот такой вот. Мне сказали, что новый, но у меня есть недоверие, поэтому я решил сравнить с вот такими пакетиками. Что может быть лучше, чем битва Змея и Ёж? Они дайвенные противники. И у нас Соник. Как картинка круче? Соник 2. Соник 2 против опасных змей. Что лучше? Битва пакетиков. Начинаем. Вы пишите в комментариях, что же, кто же, кто же круче. Обязательно прожмите лайк этому видео и подписочку с колокольчиком. И погнали, погнали, погнали. А вот такие фигурочки я буду разыгрывать на своем бусте за 50 рублей. Подписочка. И можно получить в розыгрыше вот такие фигурки. Ссылка в описании. Итак, начнем как? Начнем. Вначале открываем один пакетик Соника. Потом открываем пакетик Змей. Не знаю, почему так, но просто потому, что я так решил. Решил, я имею в виду, сравнение пакетиков. Потому что они примерно в одной ценовой категории. Дешевле, кстати, стоили. Я не понимаю, поддельные или что. Почему? Короче, в районе по 100 рублей за пакетик они стоили. Почему на них написано 167? Может быть, чтобы заработать можно было. Ну ладно. Итак, Соник. Вот такой вот. Соник 2 в кино, Соник 1 в кино, Соник игра и так далее. Но похожие пакетики я распаковывал. Давайте посмотрим, что нас ждет здесь. Итак, открываем. Здесь, кстати, Джим Керри, да, по-моему? Посмотрим. Это может быть по игре или по фильму. О, ну картинки из фильма, да? Это картинка из фильма или же нет? Да, это у нас Наклз, это у нас этот лисенок, Фокус, Фокси. Тьфу! Ну вы поняли, да. Короче, все, забыл, все забыл. Всех выучил в свое время всех персонажей, когда распаковку делал фигурок Лего. Если вы не посмотрели, отлично. Лучшие игрушки по Сонику это фигурки Лего, которые я показывал. Лучше быть не может. Но может быть, эти фигурки лучше. Итак, раз, два, три. О, это как минимум какой-то то ли золотой Соник, то ли голден Соник, то ли серый. Но здесь он похож на серого Соника и почему-то он немножечко, знаете, похудел. Возможно, у него это такая процедура сглаживания, а возможно он плоский, возможно он, типа, бежал и все-таки отткнулся на каток или на стену. Слишком быстро бежал, он невероятно разогнался и такой стена. Вот, поэтому он такой плосковатый, согласитесь, немножечко плоский. Надеюсь, он шутит не плоские шутки, хайк минимум, этот Соник. И это главная моя надежда. Но золотой это или серый или какой-то другой цвет решать вам. Назовем это Платина. Платин. Или медь. Медный сотник. Есть медный сотник, а это медный сотник. Итак, биться он будет сегодня со змеей. 14 змей в коллекции. Опасные змеи. Такая битва, да. Итак, открываем. Опа. С антистресс змеями, тянучками. У меня недостаток, видимо, антистрессов. Избыток стресса. Воу, опасные змеи. Одна змея и буклет в каждом наборе. Так. Кто-то может тут попасться. Не только же змеи, да, как обычно. Нет, смотрите, вроде как змеи. А тут сразу на всех змей, да, найди пять отличий. Мне вот это типа змея? Да. Двухполосая желтая змея. Итак. Оу. Немножко не похоже, да? А значит, ему пакетики здесь интересно. Ммм, вот такая вот змея. Ну, слушайте, пугать девчонок и, не дай бог, напугать маму там, это самое то. Смотрите, змея какие-то очень миленькие такая. Она действительно резиновая, тянущаяся, воняет, или нет? В чем прикол в том, что они продавались дешевле? Я даже не могу понять, старая серия или что? Почему они на рынке, где поддельные фигурки продавались, я тоже не знаю. Но играть с ней весело, смотрите, я уже тут тяну ее, барыкаю и так далее. Соник, ты можешь такой себе позволить? Кто победил в этой битве первых пакетиков, пишите в комментариях. Ну, а мы возвращаемся к Сонику. Соник, ежик. А змея не ежик. Хорошо. Так, я так и не посмотрю, надо посмотреть все тут, наверное. Возможно, прямо сегодня посмотрю где-нибудь в магазине лицензионных Blu-ray дисков и обязательно там посмотреть надо, если они не вышли нигде никаком или. Так, это вот этот, о, Джим Керри в виде доктора Работника и еще Наклз и вот, а здесь и Соник и все три. А здесь кто-то рыженький, неужели, нет, это какой-то рыжий Наклз. Что? Что? Апельсины, это чебурашка, который слишком долго просидел в апельсиновом ящике. Или что будет с вами, если вы будете в мандариновом? Подождите, а чебурашка в мандаринах или в апельсинах? В апельсинах же? Да, в апельсинах. Поправьте меня в комментариях, если я ошибся. По-моему, чебурашка был в апельсинах, а не в мандаринах. А это у нас мандариновые плоские, опять, да что ж такое? Видимо, у них такая пресс-форма. Я уже, по-моему, так расшутил, или Наклз, Соник, я ждал тебя, не, не уходи. Ушли. Я не знаю, почему они плоские такие, что у них за плоские дела. Прикольно, ботинки разные, посмотрите, разные по-разному сделаны ботинки. Здесь у него еще есть шипы какие-то на перчатки. О, вот. В детстве хотелось все такие перчатки. Хорошо, что у меня их не было. Это были только мои детские мечты. У кого какие мечты? Не судите меня за мои мечты, за детские. Я хотел себе перчатки с шипами. Так, а теперь опасные змеи. Погнали! 14 змеев коллекции. Может быть, их отдельно взять? Вы любите змей? Победит ли эта змея нашего Наклса? Возможно, здесь будут все одинаковые змеи. О, нет, тут новая змея. Я уже вижу. И это Черная Мамба. 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 Это гепарда. Там какая-то преферская песня про мамбу. Черную тоже была. А еще Черная Мамба была в Убить Билла. Кто смотрел? Лайк. Не надо, если вы детишки не смотрите. Вау, Черная Мамба у нас. Можно было, конечно, почитать буклет. Давайте хотя бы пролистнем. А тут вообще 189 рублей. Почему? Я что богач? Надо ехать, покупать и продавать их за 189 рублей. А-а-а. А-а-а. Смотрите-ка. Какая-то есть приколюха. Сейчас мы, по-моему, узнаем заговор. Так, смотрите. Да-а-а. Подешевели змеи, но для меня они подешевели еще больше. Я могу отклеить вот эту и продавать по 189 рублей. Рекомендованная цена. Хотя взял их по 80. Сотка в кармане. Бизнес-план. Вот такая вот Черная Мамба. Вот смотрите, у нее язычок такой здесь. Она может открывать рот. Прикольно. Ну, короче, больше на глиста похоже на какого-то, но в принципе нормальная змейка. Прикольная. Нет, у нее, видите, даже утолщение такое. Не, ладно, змей классный. Ничего не могу сказать. Змейки прикольные. Так, и где у нас Соник? Соник, ну давай, решающая битва. Кто победит сегодня? Соник, пакетики или змей? Пока змеи лидируют. Соники какие-то плоские, а змеи, они классные. Резиновые, тянущиеся, с буклетами. Но, Соник, может быть, там будет та самая классная моделька. Может быть, там будет, наконец-то, какая-нибудь редкая фигурка. Золотой... Нет, там еще и повторка. О, нет, там еще и повторка. Нет, повторка опять. Апельсиновый Наклз. Ну, может быть, он есть, я не знаю. Может быть, оранжевый, желтый Наклз тоже есть. Ну, вроде он должен быть такой красноватый цвет. Ладно, змея, посмотрим, укусишь ли ты в нос ежу. Или еж сможет тебя победить. По идее, вроде он должен победить змею еж, да? Ну, давайте сразу... Вау! Такая же светящаяся в темноте. Я не буду, конечно, подсвечивать ее мне. Но она же светящаяся. Е-е-е! Ничего себе! Не, ну, змеи явно... Смотрите, я еще и светящуюся выпал. Выбил в темноте. Еще они тянутся. Еще можно иметь... Как хлыстов. Оружие, может быть, смотрите. Вот, тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Хоба! Они могут... Вот так. Их можно завязывать, конечно, шнурки. Вот. Их можно пугать. Девчонок, змеи. Короче, какая-то реклама, змеи не хочу. А кто хоть попался? Ладно. Характеристики. А кто ты? Зеленая мамба. Это две мамба. Две мамба. Матумба. Мамба. Мамба-лей-лоу. Бамба-лей-лоу. Это про змею песню, я понял. Бамба-ля-балу-ля. Бамба-балум-бам-бам. Помните, если подпеваетесь, помните слова. Бамба-лей-лоу. Бамба-лей-лоу. Пы-ры-ры-ры-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы. Ладно. Хорошее настроение сегодня. Не знаю почему. Несмотря на то, что, видимо, если бы были просто пакетики с Соником, я радуюсь, что у меня были хотя бы классные змеи. Если хотите видеть продолжение игрушек по Сонику или по змеям, обязательно лайк. А сегодня на этом все. Подписывайтесь. Колокольчик жмякайте. Покешеньки. Хороших вам денечка. Удачи.